привет привет не прыгай на меня нет 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 я чистая привет привет пойдем за сумку за сумку это девочка и мальчик девочка и мальчик пойдем нет ну и все равно вымазала ну рыжая что такое мой мальчик ты чего пищишь ты чего пищишь все идем кормиться всем привет доброе утро она поистине добрая потому что все-таки в кой-то веке решила себе сделать ну зачем вы с нами идете дальше ну куда какой-то веке решила себе сделать выходной полдня потому что приду буду опять дальше не могу я остановиться я понимаю что это не к добру и что надо где-то вовремя останавливаться потому что истощишь себя и организм но пока я остановиться не могу выезжаем город сегодня решили пойти на барби заявки но не было несколько лет наверно не помню чтобы были вообще а в том дне когда все коронавирус был я помню и все а вот тут года два на на я не было я конечно больше фанат не кино а театра но пока в театр не получается будем идти в кино заодно вам потом отзыв расскажу потому что сейчас кучи видео на ю тубе с обзорами на на эту барби и с очень неоднозначными отзывами мне интересно тоже посмотреть так поскольку до сеанса у нас все два часа мы решили приехать прогуляться здесь храм святителя николая чудо творца а там тоже что-то было какой-то памятник тут уже очень красиво все ухаживают цветочки по-моему мы сюда приезжали еще до войны перед новым годом на спектакль какой-то или после что зимой было мы счастью эти тут были летом конечно все намного красивее и ярче рада что я сегодня вам могу хотя бы немножечко эту красоту показали что-то вот это вот улечка улочка напоминает днеприл циек с вокзала ехать типа ну но она уже понятно что она не такая но почему-то она мне напоминает днеприл циева потому сейчас мы она сейчас только 7 57 а кино в 10 сейчас мы немножко прогуляемся может найдем где позавтракать и в парке можно еще пройтись в общем сегодня вам такая небольшая экскурсии да тут раньше эти гирлянды не поснимали но я сомневаюсь что они зимой будут и вообще учитывая нашу ситуацию на домах вот так тоже красиво вот кому да окно есть вот этот дом такой интересный большой и очень мало людей с тропа мукаты сюда приезжала в парке гуляла и трансляции там что-то снимала записывал ну кто пусть это тоже жена в парк можно по идее отсюда зайти там по моему так можно здесь вообще но туда машины доезжают она дальше я так понимаю там эти стоят штуки уже туда машины не не ездят машина искала не есть а ну все правильно область она паркует очень удобно для людей это именно театр шевченко наш театр шевченко глав почта напротив какие-то спектакли у третий серпня шусье видна те которые приезжают а у самого театра вроде как сезон закончился самотнеси соцмереже тут и концерты разные проходят и детские а тут кстати есть шлюп за дубу кому надо уже комусь надо быстро 28 премьера сезона ведь надо посмотреть интересно сколько уже билеты стоит я уже давно в театре не было тут вообще обычно фонтан был но поскольку там уже не будет чуть-чуть включает хотя вряд ли режим экономии воды поэтому поэтому так но сам проспект сделан красиво за ним ухаживают видно уже что нас и натертые дух до дырба кстати лавочки меняют ну то есть если кто-то там город приезжает на какой-то не типа просто погулять да там можно вот сюда приехать и как раз это тут такое место зеленое красивое ухоженное ну и собственно парк ну а для деток развлечений каждой на детушине больше нравится или просто вот погулять не нравилось это место я не скажу что я прям эти кайфую прям здесь бы жить хотела это не то вот просто периодически приезжать гулять но за современным ритмом жизни постоянной работой ратины как-то не получается поэтому надо сейчас просто насладиться моментом дитячий парк имени юрия а не помню было вот это смотрите какая красота и там вдалеке можем еще будем туда идти там уточки плавают до собачкам то вообще классно гуляешь себе наслаждаешься не ссоришься самое важно не ссориться вот эту штуку я помню как только сделали вот так все поржавело но тоже стараются ухаживать как бы это ж городской центральный парк аляньте тут еще и чайки боже что за крики с утра пораньше красивые вы да гули 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 вас тут никто не гоняет а где они берутся интересно ось поплылок булька чистота прудика конечно они не чистят его себе спокойно живут в своей обстановке девочка булька какая-то красивая ты красивая такая смотри каааа белочка у нее орешек видишь это такое а деревья далеко прохожусь по местам боевой славы так сказать этого зеленого по моему не было когда я была а когда я тут было я уже честно говоря тоже не не особо помню это такая площадка для детей наконец-то эта собака не может успокоиться ей нужна белочка все мы иногда видим девочку но ты такая прикольная есть и ёжики бывают тоже разные хороший такой парк у нас такого в парке например нету куда она здесь появляется тоже непонятно люди погулять на работу мне просто очень приятно через такой парк идти немножко успокаивает нервную систему да действительно этого не было это вот такой вот комплекс для детей с тваринами не можно а что тут выгуливать тут нема начал выгуливать скамейки хотя ну не знаю насколько давно нас при уже ржавеет то есть наверно годик ему точно есть есть тут губка бобы у меня когда-то был зритель губка боб а вон статуя я говорила он тут тоже присутствует воздух такой более более чистый воздух более чисто чем у нас например на районе и это чувствуется поверьте кто здесь живет кто вот так вот гуляет или бывает тут вы этот сразу почувствуете это с мультиков это зубки боба там электроник там еще он то есть такое тут интересное а дыка чем-то похож на наш этот который возле так мы позавтракали во французла слойкой с шинку и сыром ну а теперь надо же калории до свидания поэтому сейчас две остановки по-моему будем идти до кино но до сеанса сейчас 15 поэтому сейчас будем еще где-то гулять 2 ракета может это где-то в рынок увидели как летит ракета и она потом бахну смотри у нас дым ёлки-палки пошли переход это типа укрытие ну-то под землю это страну не пошли но нужно еще сначала прилет а потом у нас будет тревоги наконец-то не знаю сколько часов она длилась в 11 где-то в 9 чем-то она началась взрывы были в 8 с копейками 9 еще не было в 9 чем-то включилась сирена сейчас 1106 только только тревога ушла посмотрели фильм так никуда понятно дело что не пошли я не знаю как-то такое ощущение что то что ты видел то что ты прочувствовал на себе как будто это не по-настоящему как будто это какой-то ну типа не с тобой а на самом деле это было с тобой в общем я думаю что поначалу видео посмотрели мы гуляли в парке и господи это я не знаю какое-то везение что мы оттуда ушли потому что я приблизительно понимаю где что произошло и если мы были еще и в парке то это было бы вообще был бы ад мы решили пройтись но позавтракали типа все нормально пройтись с площади освобождения до города но это несколько остановок буквально кто из города тут знает у меня мама еще говорила давай перейдем дорогу были хорошо что мы еще дорогу не перешли потому что там насколько мне было слышно повлетали просто стекла с сока то есть мы буквально шли в том месте или несколькими минутами ранее если бы случилось то что случилось эти осколки могли бы просто на зацепить вот а если мы еще гуляли вот там где мы гуляли это вообще в общем мы шли я слышу какой-то характерный звук это не звук самолета потому что к этому мы тоже уже как бы мы это слышали мы это видели а вот себе валерьянку купила надо выпить хотя бы хотя бы валерьянку в общем я вижу летит я вижу летит она вот такая но она большая достаточно и знаете в этот момент какое-то оцепенение или я не я не знаю как это назвать то есть ты ты видишь что летит ты где-то мозгами понимаешь что сейчас если она уже летит и она уже низко достаточно летит что она сейчас куда-то попадет и ты в оцепенении ты ты стоишь ты не знаешь что делать ну вот и просто вот стоишь и бах и она как шарахнула девочки и мальчики это жесть это этот звук мне кажется я не знаю это это забыть невозможно этот звук стекол каких-то да когда ну какое-то разрушение и потом второй раз шарах люди бегут собаки там были бездомные бегут они не ну то есть ну понятно как бы понятно реакция уже потом но по факту когда ты вот ты видишь ты не просто слышишь что где-то бахнуло да как это было раньше у нас на районе тоже там это было да в других местах каких-то но когда ты видишь непосредственно саму ракету и вот просто оцепенение я очень испугалась я так не боялась никогда в своей жизни чтобы там моей жизни не происходило я понимала я брала в руки как бы себя все нормально это было очень страшно мы побежали в подземку там слава богу она была недалеко мы долго там были где-то сейчас вот но тревога не заканчивалась и мы вышли и поехали уже домой там есть некоторые люди которые оставались магазина в люди кто-то повыбегал кто-то не повыбегал ну к чему я веду что это очень страшно это очень страшно это очень больно это все видите понимать и осознавать там я посмотрела фотографии видео дома по крайней мере ну то что по одному и домов попали девяти этажей там просто куска нет просто нет куска и ты блин понимаешь что нифига не понимаешь ты можешь я не знаю я как-то не думаю про то что там люди лишь и лишились жилья это понятное дело это очень тяжело я просто могу представить сколько людей в тот момент лишились жизни сколько там пенсионеров могло быть а сколько там животных могло быть это обычный живой дом судя по тому что я прочитала в открытых источниках это была ракета эскандер то есть та которая это понимаю летит низко и и очень тяжело сбить живой дом это все сложно это все не физически но морально сложно пережить осознать и и продолжить жить дальше после того что ты увидел после того что ты услышал увидел это одно но когда ты видишь и через буквально 30 секунд слышишь потом ехали скорой очень много скорых и очень много пожарных я очень надеюсь что я уже читала что есть жертвы есть погибшие я надеюсь что многих удастся спасти потому что жизнь это самое ценное что у нас что у нас есть единственное что мне хочется сейчас сказать вам пожелать чтобы никто никогда не видел это летящую ракету никто никогда не слышал звук попадания там был звук попадания потом очень очень много дыма никто на себе никогда это не испытывал этот дикий страх это прощание с жизнью меня на какой-то ангел хранитом потом знакомая написала что наверное у тебя какой-то ангел хранитель сильный я очень-очень на это надеюсь я всем желаю мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких именно в такие моменты знаете приходит ценность и приходит осознание того насколько важно быть со своими близкими дарить им свою любовь свою заботу помогать потому что в один день может случиться так что больше будет некому помогать